здравствуйте друзья меня зовут михаил и снова я приветствую вас на канале хардвуд сегодня вторая часть видео которая будет посвящена обзору циркулярной пилы мафел эрика 85 е ци первой части видео я рассказал о самой пиле показал ее работе пояснил показал всю ее универсальность но тем не менее функционал этой пилы не ограничивается тем что вы видели первой части и сегодня вторая часть будет посвящена дополнительной оснастке к этой пиле которая существенно расширяет ее возможности напомню что пила предоставлена мне одним из моих подписчиков за что ему особая огромная благодарность и доставку пилы и комплектующих осуществил официальный дилер мафел в россии за что тоже благодарю пилу мне дали не только на обзор но и также для того чтобы я смог показать его в работе в своих мастер-классах что я в принципе с успехом и делаю прежде чем мы начнем обзор я хотел бы заострить внимание на одном существенном моменте всегда в обзорах инструмента первой мафел я говорю что это плотницкий инструмент со столярным качеством и не все понимают что это означает понимание многих людей плотницкий инструмент это инструмент дубовый как говорят но не то что не путевая ломовой на самом деле понятие плотницкий инструмент подразумевает инструмент с очень большим запасом прочности это не говорит о том что там страдает точность наоборот точность инструмента фирмы мафел находится на высоком уровне которая позволяет работать точностью до десятых долей не хуже чем на любом столярном инструменте то есть в этом просто мне хочется чтобы вы понимали что плотницкий инструмент это ни в коем случае не минус это наоборот очень большой плюс инструмента это еще раз повторюсь запас по прочности еще маленькое дополнение вот временная мастерская у меня находится на чердаке отопления здесь нет и должен заметить что не всякий инструмент позволяет работу прохладных холодных условиях то есть это условия стройплощадки например и если взять вот например тот же самый рейс рейсмус деволт 733 этот рейсмус не практически не работает на морозе то есть есть риск того что например лопнет полиуретановый ремень или придет на получится какой-нибудь другой дефект в этом плане пилам вот например если взять пилу мафел эрика они оснащены специальной ременной зубчатой передачей который исключает проскальзывание эти ремни очень мягкие очень луговечные то есть на морозе такой ремень не грубеет и не создает дополнительные нагрузки то есть что в жаре что в холоде эта пила пилит одинаково на этом вступительная речь закончена и давайте перейдем к рассмотрению дополнительной оснастки прежде всего неотъемлемая часть это боковой упор с транспортиром дальше пила может дооснащаться дополнительным столом с расширителем в который можно установить фрезер и также она может дооснащаться специальной кареткой все сразу я вам показывать не буду в этом нет необходимости пойдем по порядку и начнем и конечно же с параллельного упора параллельный упор он же транспортир имеет очень надежную конструкцию но для более детального рассмотрения естественно мы возьмем крупный план и так параллельный упор с транспортиром состоит он из трех основных частей первое это конечно же установочный кронштейн далее несущая рейка и непосредственно сам транспортир с устройством фиксации дополнительных планок дополнительные планки в комплект и идут 1 подлиннее побольше и другая вот такая дополнительная маленькая. Фиксация при помощи Т-треков. Это все я обязательно покажу. Прежде рассмотрим систему фиксации бокового упора. Боковой упор оснащен фиксацией через ласточкин хвост. Напомню, что пила по периметру оборудована профилем ласточкин хвост. То есть этот боковой упор можно крепить абсолютно на любую сторону. Как на боковую, так и на торцевую. В этом нет никакой разницы. Кронштейн сделан из специального алюминиевого высокопрочного сплава, как в принципе и на любом другом инструменте задвигаем и снизу винтом фиксируем в нужном положении. Жесткость упора очень высокая и фиксация очень надежная. Для того, чтобы была возможность перемещать параллельный упор, существует другой винт, который освобождает несущую рейку и мы можем установить этот параллельный упор в любое положение. На нижней стороне несущей рейки установлен специальный ограничитель, который не позволяет выдвинуть параллельный упор слишком далеко, для того, чтобы не было риска контакта с диском. То есть, грубо говоря, другими словами, чтобы мы не распилили упорный профиль. Несущая рейка это экструдированный алюминиевый профиль. Тоже это очень прочный алюминиевый сплав. Видите, какое большое у него сечение. Несущая способность очень высокая. В верхней части на несущей рейке расположен фресатор. Это указатель и под указателем находится специальная фиксирующая планка. Если мы поворачиваем барашек, вы видите, что снизу выходит металлическая пластинка. Это система блокировки транспортира по заданным, по фиксированным углам. Если мы возвращаем барашек в прежнее положение, блокировка входит в контакт с вырезами и надежно блокирует транспортир. И вот теперь мы плавно подошли к рассмотрению самого транспортира. Здесь есть на что обратить внимание, есть на что посмотреть. Применено очень много интересных технических решений. Прежде всего фиксированные углы это 0, 15, 22,5, 30, 45, ну и то же самое на другую сторону. То есть это стандартные углы для запиливания различных рамочных, например, конструкций для запиливания углов. Но самое интересное в следующем. Сразу, коли же мы заговорили о лимбе, давайте посмотрим. Лимб здесь пологий и вы видите, что деление напечатанное. Просто печать и как бы ничего примечательного. По части напечатанных лимбах на другом инструменте очень часто бывают погрешности. И погрешности обусловлены тем, что может быть лимб недостаточно четко позиционируется при нанесении разметки. Фирма Майфил подошла к этому совершенно по-другому, не так как все остальные фирмы. Вы видите, здесь находятся два отверстия. И вот эти отверстия как раз нужны для позиционирования. Для позиционирования самого лимба он устанавливается на опорную площадку и конусами фиксируется. Далее наносится фото печатью разметка. И то же самое при изготовлении самого металлического основания. Тоже эти же отверстия являются позиционирующими. Ну и сами понимаете, что точно здесь до сотых долей буквально. И дальше, когда лимб наклеивается на металлическое основание, опять же позиционирование идет вот по этим двум отверстиям. То есть погрешность в установке лимба здесь абсолютно исключена, что является очень большим плюсом. Теперь смотрим на сам транспортер. Во-первых, выполнен он методом штамповки. Это сталь толщиной 3 миллиметра. Хорошая порошковая краска. Вот этот транспортер обладает тремя очень большими характерными особенностями, которые отличают его от любых других транспортеров других фирм. Но прежде всего замечу, что вот этот угол между двумя плоскостями составляет ровно 90 градусов без каких-либо отклонений. Благодаря тому, что на этих плоскостях угол составляет именно 90 градусов, мы запиливаем одну деталь относительно одной плоскости, другой относительно другой, и этот угол у нас в любом случае сойдется. Даже если вдруг по какой-то причине транспортер у нас недостаточно точно позиционировался по фиксированному углу, в любом случае погрешность у нас скрадывается. Потому что если на одной стороне погрешность идет в плюс, то с другой стороны погрешность идет в минус, и в сумме угол все равно будет составлять 90 градусов. То есть, как вы понимаете, это очень простое, я бы даже сказал примитивное, но тем не менее очень надежное и качественное техническое решение. Теперь давайте обратим внимание на вот эти два флажка. Один флажок и второй флажок. Здесь имеются пластиковые колодки, которые нужны для фиксации передвижного перемещаемого профиля. В таком виде транспортер, естественно, является только несущей конструкцией, а вот рабочим элементом, опорным профилем является вот такой алюминиевый профиль, например, или вот такой алюминиевый профиль, или более длинные линейки. Сначала я покажу на примере маленького профиля. Здесь вы видите пластиковая колодка и два выступа. Колодка является фиксирующим элементом, вот эти выступы являются позиционирующими и нужны для того, чтобы профиль становился строго определенным образом. Задвигаем профиль, поворачиваем флажок и профиль надежно фиксируется на транспортере. Как же происходит фиксация? Давайте посмотрим более подробно. Я уберу профиль и заглянем внутрь. Плажок с нижней стороны проходит через колодку пластикового прижима и при повороте эксцентрик натягивает этот прижим. Прижим подходит ближе к рабочей поверхности, к опорной. Как это происходит? Вот так это выглядит сверху. И вот так это выглядит снизу. Колодки выполнены из высокопрочного пластика, который, кстати говоря, не боится мороза. Предположительно это полиамид, но, конечно, более точно я вам сказать не могу, потому что, скорее всего, это секрет фирмы. И третья характерная особенность. Давайте внимательно посмотрим, как работает транспортер при изменении углов. Сначала я убираю фиксацию, естественно, ослабляю винт. Обратите внимание на траекторию перемещения. Если на любом инструменте, на любом станке транспортер имеет центральную фиксированную точку, здесь эта точка не фиксирована, она плавающая. Ну и, соответственно, прорезь, в которой ходит фиксирующий прижимной винт, тоже выполнена в виде вот такой волны. Это сделано не просто так лишь бы отличиться от других производителей. Это сделано намеренно, это очень правильное техническое решение. И сейчас я поясню смысл этой траектории. Для того, чтобы было более понятно, установим боковой упор на место. Устанавливаю оба профиля. Как видите, два профиля сходятся практически в одной точке, что, в принципе, очень-очень удобно. Теперь я передвигаю упор максимально близко к пильному диску. И давайте рассуждать. Если транспортер будет иметь одну фиксированную рабочую точку, то при повороте, видите, что здесь радиус намного длиннее, то есть, другими словами, диск просто отпилит вот эту часть. Что же, как подошла к этому фирму Muffel. Отпускаем и начинаем поворачивать. Обратите внимание, что угол уходит ближе к центру. И при дальнейшем повороте он опять возвращается в прежнее положение. Благодаря этому, мы никогда не повредим наш транспортер, никогда не повредим линейку. Здесь должен отметить, что при перемещении транспортера полностью отсутствуют какие-либо люфты. То есть, самое главное, это отсутствие люфта вот на центральном элементе. После затяжки фиксирующего винта, люфт полностью отсутствует. Если посмотреть вот эту прорезь, здесь видно, что поверхность очень хорошо обработана, отфрезерована, и здесь полностью отсутствуют какие-либо люфты. И благодаря этому достигается очень высокая точность перемещения. Конечно, если приложить какую-то ощутимую боковую нагрузку, то боковой упор немножко может шевелиться, но это перемещение имеет очень малую амплитуду. Вся система фиксации и позиционирования фактически построена по системе LEGO. То есть, это однотипные соединения, и везде используется именно ласточкин хвост определенного профиля, строго определенного профиля. То есть, вот этот ласточкин хвост полностью соответствует ласточкин хвосту по периметру, и то же самое, такой же точно ласточкин хвост на дополнениях, которые устанавливаются на эту пилу. Все соединения ласточкин хвост имеют либо систему выборки люфтов, либо систему дополнительной фиксации. Вот если мы посмотрим более внимательно на кронштейн, здесь мы видим дополнительный регулировочный винт. Этот винт по большей части вспомогательный, но нужен он для того, чтобы выбрать люфт. Если будет очень большой люфт, то при перемещении рабочего профиля будут возникать задиры. И еще одна немаловажная особенность, о которой обязательно следует рассказать. Обратите внимание, когда я ставлю боковой упор, фиксируя его, у нас между упором и столом образуется щель. Эта щель обязательно должна оставаться, здесь все так специально рассчитано и продумано. Данная щель не является каким-либо дефектом, она является строго необходимым условием, которое нужно для осуществления чистоты реза. Как бы аккуратно вы не работали, как бы хорошо не работала система полеудаления, в любом случае на столе остаются небольшие щепки, опилки, стружки и они неизбежно попадают вот сюда в этот угол. Если профиль будет лежать на столе, то при прикладывании заготовки эта стружка, щепка будет создавать погрешность, то есть плотного прилегания не будет. И как раз вот эта щель нужна для того, чтобы, когда мы прикладываем заготовку, чтобы весь мусор мог спокойно задвинуться под параллельные направляющие и не мешать, не препятствовать нормальному точному пилению. И помимо всего прочего, я думаю, вы заметили, что на нижней стороне несущей рейки находится специальная пластиковая подушка. Она также нужна для того, чтобы обеспечить зазор между алюминиевым профилем и столом. И также эта подушка защищает поверхность пилы, когда мы перемещаем параллельный упор. Ну и, пожалуй, осталось посмотреть, как происходит фиксация по заданным углам. Сейчас у меня блокировка отключена. Включаю. Фиксация очень четкая и очень жесткая. 45 градусов. На этом боковой упор мы откладываем в сторону и рассмотрим систему расширения рабочей плоскости. Точность этой пилы такова, что позволяет проводить, например, такие работы, как художественные работы с паркетом, изготовление паркета. Многие мои товарищи, которые именно паркетными работами занимаются, пользуются подобного типа пилами. 70-й, например, Эрикой, 85-й. И в процессе обзора вы сами поймете, чем же обусловлена такая высокая точность. А теперь рассмотрим следующее дополнение. Это расширитель стола. Это специальная пластина, которая расширяет рабочее пространство и устанавливается предельно просто. Состоит она из двух несущих профилей, имеющих линейку. И второй. Сам расширитель стола. Это вот такая пластина с отверстием. Это отверстие нужно для того, чтобы сюда можно было установить, ну, например, фрезер. Специально для установки фрезера ЛО-65. Вот эти два отверстия предназначены для крепления непосредственно фрезера, то есть при помощи винтов в резьбовые отверстия. И также здесь профрезерованы два отверстия и выбрана вот такая плоскость. Нужны они для того, чтобы можно было прикрепить фрезер при помощи специального адаптера. Способ крепления каждый вправе выбрать самостоятельно. На этом я сейчас заострять внимание не буду. И займемся мы как раз непосредственно установкой. Для установки нам нужен будет шестигранный ключ. Как я уже сказал ранее, установка предельно проста и сделана по принципу Лего. Задвигаем один профиль и задвигаем второй профиль. Теперь берем расширитель и также задвигаем. Для удобства установки я бы рекомендовал сначала придвинуть, а дальше ровнять линейку относительно дополнительного расширителя. Для фиксации достаточно затянуть винты. Делать это нужно без фанатизма. Фиксация происходит очень хорошо и очень надежно. После предварительной фиксации мы можем уже установить расширитель на необходимую ширину. То есть если нам придется пилить какой-то очень широкий материал, то естественно можно поставить все это подальше. Отодвинуть расширитель можно конечно не то чтобы на неограниченную величину, но довольно далеко. Другими словами можно поравнять линейку таким образом, чтобы 0 совпадал здесь с 0. Это будет оптимальным вариантом. И в этом случае фиксация происходит в двух точках и обеспечивается очень высокая жесткость. Естественно что дополнительный профиль находится в створе с основной столичницей, поэтому естественно здесь материал цепляться не будет. И конечно же поскольку пила не имеет как таковой левой и правой стороны, можно этот расширитель установить и на противоположную сторону. Все зависит от того, какие условия раскроя и какой материал вы собираетесь обрабатывать. Если вы работаете этим упором как фрезерным столом, то конечно же лучше его придвинуть поближе. Потому что здесь будет обеспечиваться максимальная жесткость. А сейчас вновь вернемся к боковому упору с транспортиром. Его можно точно так же установить и на расширитель, потому что профиль одинаковый. Поскольку расширитель нужен для раскроя более крупных деталей, то естественно нам и нужны более длинные линейки. Вот так выглядит дополнительная линейка. Ну и естественно такая длина нужна для того, чтобы можно было пилить на максимальном выпуске дополнительной столешницы. Дополнительная линейка имеет несколько Т-треков и может устанавливаться в различных положениях. В одно положение, в второе положение, в третье положение, ну и соответственно вот таким образом четвертое положение. Сразу расскажу о вот этих фрезерованных выемках. Выемка, во-первых, обеспечивает прохождение защиты, когда мы пилим, например, под угол 45 градусов. Например, при использовании каретки, линейка у нас подходит очень близко к диску, здесь идет защита и защита нависает над диском. Вот для того, чтобы защита свободно прошла, этот вырез как раз и нужен. Но его функция этим не ограничивается. Этот вырез также нужен для того, чтобы можно было состыковать основную линейку с дополнительной маленькой, для того, чтобы схождение угла было в одной точке. О чем я рассказывал, когда показывал вот этот профиль. Если боковой упор с транспортиром нужны кратковременно, то есть его нужно сначала поставить, потом убрать, то, естественно, есть смысл крепить на крайний профиль расширителя. Но если же нам предстоит торцевать много крупногабаритных деталей, например, запиливать какие-то элементы, рамки, то гораздо лучше сделать следующую операцию. Во-первых, мы выдвигаем расширитель, и боковой упор с транспортиром устанавливаем на основной профиль. Получается вот такое рабочее положение бокового упора. Прекрасно работает линейка, прекрасно работает дополнительная опора. В транспортир мы можем, естественно, поставить любую точку, как нам удобнее. Но все вы знаете, что при работе с расширениями, с длинными деталями и длинными линейками, получаем очень большой рычаг, который несоизмерим с рабочим рычагом установочного кронштейна. И, естественно, у нас получается болтанка. Эти вещи неприемлемы. И для того, чтобы исключить вот этот нехороший эффект, фирма Мафил применила очень хорошее техническое решение. Это дополнительные фиксаторы. Вот так выглядит фиксатор. У него есть специальная закладная гайка квадратная и прижим для ласточкиного хвоста. Закладная квадратная гайка вставляется в Т-трек с нижней стороны и ответной частью ласточкиного хвоста фиксируется за расширитель стола, за крайний паз. После фиксации упор намертво прикреплен и исключает какое-либо смещение. Давайте еще раз покажу, но более близко. Вот так выглядит кронштейн. Прижимная колодка, закладная гайка. Закладную гайку вставляем в профиль Т-трек. Подвигаем. И закручиваем фиксирующий винт. Вот свободная болтанка профиля. При затягивании профиль прижимается к основанию и исключает какое-либо смещение. А теперь покажу еще вот такое маленькое и очень полезное дополнение. Это передвижной упор. Нужен он в том случае, если вам предстоит торцевать очень много однотипных деталей. Устанавливается он в верхний Т-трек линейки. И теперь по этому упору мы можем торцевать детали абсолютно одинаковой длины. Принцип торцевания по упору предельно прост и понятен. Но здесь тоже есть на что посмотреть. Давайте обратим внимание на линейку. Откуда начинается отсчет. Возьму крупный план. Обратите внимание, где находится единичка. И где находится ноль. Ноль не начинается от ноля как такового. Для чего же это сделано? Это тоже не ошибка. Это сделано специально. Даже не то, что сделано специально. Это специально рассчитано. Выпускаю диск и тащу каретку. Думаю, теперь становится понятно, где находится нулевая отметка. От диска до единички. Как раз один сантиметр. Здесь можно четко ориентироваться по линейке. И с высокой точностью запиливать детали. Для того, чтобы правильно позиционировать эту линейку, нужно сделать несколько операций. Во-первых, сначала ослабляем все фиксаторы. И делаем сначала вот что. Выпускаем дополнительную линейку. Зажимаем. Потом придвигаем до касания основную линейку. И тоже зажимаем. И после этого фиксируем противоположный конец линейки. Для того, чтобы она не болталась. Теперь основная линейка полностью позиционирована и позиционирована правильно. И можно ориентироваться на разметку. Поскольку сам передвижной упор имеет P-образный профиль. То, естественно, нужно просто ориентироваться на разметку по линейке. В случае, если мы напиливаем однотипные детали. И нам вдруг нужно отпилить одну деталь более длинную. Нет необходимости этот упор снимать. Его можно просто поднять вверх. Вот так. И в этом положении мы запиливаем любую деталь беспрепятственно. А после возвращаем на место. И продолжаем пилить опять детали в размер. Переоснащение пилы с одной операции на другую. Или демонтаж. Или установка каких-то дополнений. Происходит очень просто и очень быстро. Чаще всего, конечно, приходится пользоваться параллельным упором. Вот с этими двумя профилями. Один маленький, другой чуть-чуть побольше. Большой профиль обеспечивает достаточную площадь. Для того, чтобы можно было пилить детали вертикально. До 85 мм толщиной. Но если деталь тонкая. То, естественно, для удобства. Можно поставить профиль и другой стороной. Вот, например, для удобства пиления тонких деталей. Мы профиль кладем плашмя. И держать деталь очень удобно. Как видите, функционал пилы превосходит все, даже самые смелые ожидания. Но этим функционал не ограничен. Сейчас, как сказать, гвоздь программы. Эта пила позволяет ее переоборудовать в форматно-раскроечный станок. Ну, может быть, это громко сказано. Но, по крайней мере, эта пила может быть оснащена дополнительной кареткой. Сейчас я вам ее покажу. Вот сама каретка. И устанавливается она вот на этот профиль. Как это происходит, я вам сейчас обязательно покажу и продемонстрирую в работе. Здесь есть инструкция по установке. Но даже если не пользоваться этой инструкцией, в любом случае, все настолько интуитивно понятно, что вы с этим справитесь без каких-либо проблем. Основным рабочим элементом является рельс. Это профильная труба. Сколько тут? Наверное, 25 на 60 миллиметров. Это толстостенный профиль. Очень хорошо шлифованный. Не просто какая-то обычная труба. То есть поверхности обязательно обработаны. Потому что это поверхности катания. С двух сторон, естественно, находятся заглушки для безопасности. Также с двух сторон закручены ограничивающие винты. Они предотвращают соскакивание каретки с профиля. Профиль может быть установлен на пилу как с левой стороны, так и с правой. Несмотря на то, что он не симметричный и отверстия у него сдвинуты к одной стороне. То есть вот эта сторона должна быть передняя. Она находится со стороны оператора для того, чтобы здесь находилась каретка. Укладываем деталь и надвигаем на диск. Но для того, чтобы установить на противоположную сторону, профиль нужно просто развернуть. Несмотря на то, что винты получаются не с верхней стороны и с внутренней стороны, а на противоположной, тоже изнутри, только снизу. Это не имеет практически никакой разницы. Потому что здесь есть два опорных подшипника. И они находятся по диагонали друг относительно друга. То есть в любом случае ограничение будет либо по верхнему подшипнику, либо по нижнему. Я буду устанавливать профиль классический с левой стороны, как это делается чаще всего. Устанавливается профиль при помощи вот таких кронштейнов. Здесь на кронштейне расположен профиль ласточкин хвост для фиксации на краю стола. Также есть регулировочный винт с контргайкой. Нужен этот винт, естественно, для того, чтобы позиционировать кронштейн. То есть для того, чтобы поймать плоскость передвижного стола и основной столешницы. И также два фиксирующих винта и один регулировочный для установки профиля. Фиксирующие винты, естественно, имеют меньший диаметр, чем диаметр отверстия в профиле. А нижний регулировочный винт нужен для того, чтобы отъюстировать профиль относительно стола. Прежде всего приступим к установке кронштейнов на боковую сторону. Для этого я возьму крупный план. Сначала устанавливаем кронштейн. Чтобы проще было ориентироваться, кладем профиль. И напротив отверстия устанавливаем кронштейн. Слегка поджимаем. И то же самое, второй кронштейн. Теперь укладываем сам профиль. Винты держатся очень хорошо. Заправляем через отверстие и закручиваем. Профиль установлен. И теперь вешаем каретку. Все. Кладем в линейку и смотрим. Мы видим, что каретка установлена с наклоном. Нужно, во-первых, выставить ее горизонтальность. А во-вторых, нужно ее немножко опустить вниз. Горизонтальность выставляется положением кронштейнов. А уже положение вверх-вниз регулируется теми винтами, которые упираются в профиль снизу. Сначала, естественно, мы начинаем с того, что выставляем параллельность плоскостей. Подвижные калитки и основной столешницы. Для этого берем шестигранный ключ. Отпускаем контргайку. И выводим кронштейн. Фактически, приходится регулировку делать практически одновременно. Как наклон, так и положение вверх-вниз. Сначала делаем это предварительно на одной стороне. Потом передвигаем каретку. И проверяем то же самое на другой стороне. После того, как все настройки выполнены, затягиваем контргайку. И затягиваем основные фиксирующие винты. При настройке желательно не стремиться к идеальному совпадению плоскостей. Подвижная столешница должна быть чуть-чуть выше, чем рабочий стол. То есть, деталь в процессе работы должна очень-очень легко скользить по поверхности. То есть, зазор, ну, буквально одну десятку. Можете положить сюда лист бумаги и дальше настраивать. Тоже как вариант. И, как всегда, можно воспользоваться тем же самым параллельным упором. Фиксируем. Переставлю рабочую линейку. Так будет гораздо удобнее. И после того, как мы выставляем требуемый угол, фиксируем. И, опять же, воспользуемся дополнительным фиксатором. Профиль установлен абсолютно жестко. И теперь нужно производить торцевание деталей. Вы, наверное, обратили внимание, что я расположил кронштейны не близко к самому краю, ну, а так где-то в каком-то среднем положении. Кронштейны могут быть установлены как ближе к преднему краю, так и ближе к заднему. Нужно это в зависимости от того, какой материал и в каких условиях вы раскраиваете. Например, вот при таком положении ребра, при дальнем положении детали, если деталь очень широкая, естественно, деталь у вас не перережется. Поэтому нужно либо использовать каретку в среднем положении, либо всю конструкцию перемещать назад. Каретка в любой момент может быть снята и установлена. И, помимо всего, конечно же, покажу каретку снизу. Видите, что она имеет ребра жесткости. Это очень хороший сплав, как всегда. Здесь имеются специальные фетровые вставки для того, чтобы счищать пыль и стружки, для того, чтобы каретка шла ровно и мягко. И также есть еще специальный винт. Как вы понимаете, он нужен для того, чтобы в случае необходимости можно было зафиксировать каретку в стационарном положении. Устанавливаем каретку в какое-либо требуемое положение, фиксируем и получаем просто как дополнительный расширитель. Каретка жестко установлена, она не шатается, не болтается. Ну и теперь давайте я возьму вот такую дубовую доску. Это, конечно, не совсем правильно, потому что доска немножко неровная. Но, тем не менее, немножко оторсуем ее. Я установил произвольный угол, около 9 градусов. Вот доска отрезана. Давайте покажу качество реза. Вот, например, качество реза обычной циркуляркой. А вот качество реза после эрики. Рез абсолютно глянцевый, очень ровный. Работать с кареткой очень удобно. Причем, несмотря на то, что она имеет малые габариты, она может нести очень высокую нагрузку. Здесь все сделано очень основательно. И если у вас используется какая-то очень длинная деталь, эта каретка может оснащаться линейкой и специальным приспособлением. То есть здесь есть еще выдвижная линейка с небольшой лапкой. Эта лапка является своего рода поддерживающим элементом. Таким образом, даже если вы будете торцевать такую-то длинную доску, она у вас не перевесит и не упадет. Вот на этом наш обзор закончен. Как видите, дополнительная оснастка очень сильно расширяет функционал самой пилы. Помимо того, что сама пила очень многофункциональна, еще мы из нее можем сделать и полноценный раскроечный стол, фрезерный стол также, и форматно-раскроечный станок. Да, может быть форматно-раскроечный станок, это звучит слишком громко, но тем не менее, пила позволяет кроить при помощи каретки. И вот именно использование каретки гораздо удобнее, чем использование той каретки, которая встроена в пилу. Обусловлено это тем, что когда вы работаете подвижной кареткой, которая встроена в пилу, вы держите заготовку одной рукой, а второй рукой вы тянете каретку. В данном случае у вас пила работает сама по себе, а заготовку вы держите уже двумя руками и надвигаете на диск. Это гораздо удобнее, гораздо надежнее и безопаснее. Помимо всего прочего, пила позволяет кроить и крупногабаритные детали, что, несомненно, является большим плюсом. Ну и последнее, это, конечно, не относится к дополнительной оснастке, но просто я покажу возможности этой пилы. Мы распилим алюминиевый профиль, не ахтикакой, не совсем толстый, но, тем не менее, важен сам факт. Естественно, для распиливания алюминия нужен специальный диск, это диск по ламинату, и он же позволяет пилить и алюминий. Кстати говоря, если вы затрудняетесь выбрать правильный диск, то, во-первых, нужна специальная заточка, то есть это трапециидальный зуб со скошенными краями и прямоугольный зуб. И заточка должна быть либо нулевая, либо минус 3, минус 5 градусов в этих пределах. Алюминий пилился на пониженных оборотах, поскольку это материал вязкий, и он наклепывается на зубья. Качество реза идеальное, и абсолютно не уступая станочному. Вот на этом наш сегодняшний обзор закончен, я надеюсь, он был для вас информативным и полезным. Если у вас какие-то вопросы остаются, пожалуйста, задавайте их в обсуждении к этому видео, на все вопросы я обязательно отвечу. И если нужно, то постараюсь доснять что-то, надеюсь, что успею, пока пила будет у меня. Ну и, конечно же, эту пилу со всеми приспособлениями вы увидите в предстоящем мастер-классе. Мастер-класс ожидается очень большой и обширный, поэтому не забывайте ставить оценки к этому видео, делиться в соцсетях, и не забывайте подписываться на канал, кто этого еще не сделал. Впереди будет еще очень много интересного и полезного. На этом все, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok